Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарёв и ножевая колонка Knife News. BF271 называется свежая модель от Black Fox. Black Fox коллаборировал с Willemsen и сделал вот такой нож под своим брендом. Willemsen вообще делает себе вполне ножи, и даже говорят, он продаёт их из рук в руки и действительно кастомайзер, но мы чаще всего видим Willemsen, например, в Ланске. А в Ланске компания делает недорогие ножи под его именем, и мы их регулярно продаём, регулярно видим на карманах у наших соотечественников действительно популярные недорогие ножички. Этот нож будет стоить 80 баксов. Ну, Black Fox, видимо, оборзевшие и действительно поставят на него такую цену. Ожидается он буквально вот-вот скоро. Что у нас здесь есть? Почти танто, почти рекурва и шикарный чойл для указательного пальца. Blackwash'ный клинок сделан из 440C. Помимо того, что этот нож имеет ещё окошко для открывания, это ещё и флиппер. Клинок у него Blackwash'ный, рукоятка у него G10, и, как я уже сказал, ценник будет а-ля 80 баксов. Не знаю, дорого это или дёшево для 440C от Black Fox'а. Мне кажется, что в самую пимпочку. Наверное, Williamson должен стоить чуть дороже, чем 2000, как мы это привыкли. Обратите своё внимание, Black Fox Williamson. Вот такой свежий BF. Boker Plus выпускает Outdoorsman XL. Это фикс со сатинированным клиночком и чёрно-оранжевой рукоятью. Клинок здесь 113 мм, что как бы нам намекает, что он будет холодноват на просторах нашей родины. Очень странно, но почему-то в Boker Plus'е я увидел сталь Sandvik. Насколько помню, Boker Plus'ы с Sandvik'ом не очень баловались, а тут, видимо, будет и из них ножи делать тоже. Ценник ожидается 60 долларов. И, повторюсь, вот по первым признакам, возможно, ножичек холодноват. Но, тем не менее, кто-то коллекционирует Boker Plus'ы, кто-то знает на них выходы. И, если вам интересно, то пикникёром такой ножик может быть абсолютно точно. Не знаю уж, насколько удорничать им можно, но вот так на пикничок забрать, в лес зайти можно и даже нужно. Есть такой хитрый мастер Филипп Жорже. Делает он вот такие большие ножи, и я натыкаюсь на эти ножи в коллекциях наших господ россиян. Там аж целая тема есть людей, которые прутся от его ножей и действительно за ними гоняются. Гоняться есть зачем. Здесь и порошок на клинке, и титан на рукояти, и дерево, и тимаскусы, и дамаскусы, и ижи с ними. Ножи крупные, мощные, интересные. Честно сказать, я бы такой тоже хотел. Этот же Филипп Жорже ещё и работал с Таши Пхаруча. И делал дизайны для складней от этой компании. От этой небольшой мастерской, скажем так. Действительно интересные ножи, и порошки встречаются, и 154, и М390. И даже Миша Кулыгин был замечен в том, что я тоже себе приобрел. Он написал, я тоже себе приобрел с дальним прицелом на сотрудничество. Я подозреваю, что этот самый Филипп рано или поздно выскочит в СКФ-ных ножах тоже. На самом деле, посмотрите и, возможно, меня поправьте. Не исключено, что уже один из ножей от СКФ-а делался в содружестве с этим Жорже. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал и искать меня в соцсетях. Записывайся в нашу замечательную группу vk.com.brutalika. Там интересный ножевой контент, там интересные люди. Более 30 тысяч участников абсолютно все честные. Живое обсуждение, конкурсы, аукционы, фотки утра, фотки вечер. Вот много-много ножевой информации, развлекухи и такой портал уже получается для общения всех ножеманов России. Очень рекомендую подписаться, если ты еще этого не сделал. vk.com.brutalika. Мастер под ником Safron56 в 2016 году выпускал вот такие замечательные бабочки. От этих бабочек, конечно, несколько веет панченковским дизайном. Помните Сергея Панченко, который делает вот эти тяпочки? На самом деле, повторюсь, еще раз в 2018 году нереально придумать что-то новое в ножах. И бабочка, тяпочка, красиво и интересно. Это проект 2016 года, а вот в 2017, по-моему, летом, он начал делать техногромоноид. Это выглядит так. Громон это, в нашем понимании, канадский нож. Даже у Колстила это называется Canadian Belt. Примерно те же формы, но складной нож, многоступенчатый титан на рукоятке и клево пойманные линии. Вот, с одной стороны, нельзя ничего нового придумать, с другой стороны, громоноиды складные действительно большая редкость. Не знаю, проект 2017 года, почти год уже прошел, но, возможно, на этот проект еще можно записаться. Погуглите Safron56, техногромоноид. Возможно, вам в коллекцию такой нужен. Совершенно небольшая компания Knife2MeetU, которая известна своими скатками для складных ножей, кухонных ножей и, в принципе, ножей, потихоньку входит в сегмент роста ножей. И сейчас я вам расскажу про набор DIY. Это аббревиатура, насколько я помню, значит «Сделай сам». Это действительно нож-конструктор. В комплекте вот такой, в бумажной упаковочке, промасленная бумажка, все вот такое, ну, дурное слово, ламповое. Все очень теплое, все очень интересное. Внутри клинок из японской аогами. Это голубая бумага, насколько я помню, называется Сталюка. Тонкий резучий клинок. Они еще туда и дамасковые клинки кидают, и трехслойки у них встречаются. Ну, вот простенький, и за агами такой набор стоит 4000 рублей на момент записи этого ролика. Что еще в комплекте? Там есть осевой винт, второй винт ближе к навершию рукояти, и даже, по-моему, потайная боночка. Единственная претензия к этому набору, то, что наждачки для такого полена дерева, которое там лежит, положено всего-навсего чуть-чуть. На самом деле, на что нужно будет потратиться, это еще на наждачку и на пропитку. Но тот, кто соберется делать такой нож для себя, мне кажется, не обломится сходить до строительного магазина, купить шкурки, там, Дани Шойла или какой-нибудь, не дай бог, Алифы, и все это сделать, пропитать и сделать нож по своей руке. На самом деле, очень клевый момент сделать первый складень своими руками. Вот вам набор, возьмите и сделайте. Да, конечно, это фрикшн, это, грубо говоря, хиганаками. Но это вы делаете своими руками, и с дерева, и с японской стали, и с очень красивой подачей. Не знаю, как вам лично, а вот чтобы на подарок, так вообще замечательно. Найф ту митю. Интересная, маленькая, развивающаяся компания. Периодически для того, чтобы, ну, испытать неконтролируемое слюноотделение, захожу на сайт хэтчера. Там интересные ножи, там большие вылизанные такие фиксы, не помню, складни есть у него или нет, но в этот раз зацепился за коллекцию кередаши. Причем кередаши такие лошадиные, это, ну, прям не кередаши, хочется сказать, вот, косяк. Это прям такой косяк, что, мама дорогая. Столюки он ставит на них абсолютно разные. И О1, и СПМ-3В, и, возможно, еще море всяких интересных железяк. На рукояти, опять же, и мамонтятина, и дерево, и Ж10, и многослойная Микарта, и все, что угодно. Изделия действительно очень и очень крутые. В отличие от большинства моих ножей, здесь еще есть фишечка, сточена та самая пяточка, которая пугает людей, которые боятся прихвать и порезать указательный палец. Все продумано, все сделано, большие клевые косяки. Сколько такой хэтчер стоит, понятия не имею. Но вот пооблизываться, восторгнуться и, возможно, кому-то заказать что-то похожее, мне очень и очень хочется. Хэтчер, запомните этого производителя. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ныжевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал замечательный кершо от Эмерсона. Это девятка, та самая девятка, которая круто открывается, когда вы ее выдергиваете из кармана. Он цепляется вейвом и вот таким грохотом раскладывается. У него есть потайной вейв, это девятка, это одна такая моделька пока у нас существует. Вейв в полусогнутом состоянии присутствует, в открытом состоянии прячется. Напоминаю, что все кершо Эмерсон мы комплектуем отдельно бусиной для темляка, того самого Эрни Эмерсона. Ну, если вы заказываете что-то из Эмерсонов от кершо, напишите в комментарии, не забудьте положить бусину. Одну из ста мы все-таки иногда забываем положить. Ссылка на приобретение на Жекер Шаймерсон в описании к этому видео.